В Махачкалинском доме-интернате «Забота» прошла благотворительная акция, приуроченная ко Дню Знаний. Школьные принадлежности, игрушки и встречу с аниматорами подарили ребятам представители общественного движения «Дагестан Бессирот», сотрудники управления службы исполнения наказаний и работники компании «Фабрика Праздника». Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Каждый воспитанник школы-интерната получил сегодня не только подарочный пакет с канцелярскими принадлежностями, красками, карандашами и тетрадями, но еще много внимания и тепла. Массу положительных эмоций детям подарили любимые мультипликационные герои – Человек-паук, Миньон и Клоунесса-конфета. В ходе музыкальной игры с аниматорами комната наполнялась неподдельными улыбками и радостным смехом ребят. Сегодняшняя акция у нас посвящена началу учебного года. У нас есть такая компания «Фабрика Праздника», которая всегда поддерживает детей-сирот. На днях позвонили к мне представители России по республике Дагестан, что они хотят сиротам помочь какими-то канцелярскими принадлежностями, куда привезти. Я им предложила, давайте Гору, вот завтра, послезавтра будет у нас мероприятие «Школа-интернат-забота», присоединяйтесь. И вот они тоже приехали сегодня, принесли школьные принадлежности. Как отмечает Раиса Тусманова, руководство интерната создает все условия, чтобы дети чувствовали себя здесь комфортно. Спонсоры и волонтеры в последнее время все чаще откликаются на призывы о помощи именно благодаря активной работе директора. Однако каждый мальчик и каждая девочка по-прежнему мечтают о маме и папе. Мы надеемся, что эта акция, которую они делают, будет продолжаться и дальше, и дальше, и что ни один ребенок у нас в будущем не останется в таких школах-интернатах. Они окажутся в семьях с родними. У кого нет родных, возьмут себе приемные родители. После зажигательных танцев и активных игр ребята сфотографировались с аниматорами, а затем отправились в свои группы разбирать подаренные им игрушки и рисовать в новых альбомах. Лариана Шемхалаева, Гелач Крубиналиев, телеканал ННТ Махачкала.